Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем изучение ClickSense и я расскажу вам об еще одной возможности это создание презентации в ClickSense. ClickSense объединяет в себе возможность аналитической платформы и предоставляет возможность донесения в виде презентации, выводов до своих коллег. Перейдем в ClickSense. Все наши истории презентации хранятся при открытии в закладке истории. Если мы хотим создать новую презентацию, мы нажимаем кнопки создать новую историю и пишем «Моя первая презентация». Открываем и мы видим холст. Слева у нас слайды, как в PowerPoint и справа у нас элементы, которыми мы можем работать при создании презентации. Нажмем кнопку «Сохранить». Перейдем в наш лист. Для этого в правом углу нажимаем левой кнопкой мыши, переходим в «Есть дашборд» и выбираем, например, два года, 12-13. Хотим показать коллегам, которые в 12-13 году, где у нас было максимальное количество клиентов. Для этого мы выбираем наш график, диаграмму и правой кнопкой мыши нажимаем на нем и нажимаем кнопку «Сделать снимок». Также мы хотим показать, например, какие товарные группы у нас больше всего продавались. Справа кнопкой мыши нажимаем и делаем снимок. Теперь переходим в нашу презентацию. Открываем «Моя новая презентация». Нажимаем левой кнопкой мыши на библиотеке снимков и перетаскиваем наш объект, который мы только же сделали и видим страны с максимальным количеством клиентов в 12-13 году. И добавляем еще категории по продуктам. Мы можем дополнить нашу презентацию визуальными обозначениями объектами и надписями. Абзац добавляем. Здесь пишем. «Моя новая презентация». «Моя новая презентация». добавляем надпись к категориям товаров и пишем, что лидер продаж это женская одежда. Если мы хотим создать новый слайд, нажимаем сохранить текущий слайд, внизу нажимаем кнопку плюс добавить новый слайд и добавляем, например, слайд с выравниванием по левому краю. Здесь по умолчанию коллекционер предлагает встроить лист уже с аналитикой нашей. Давайте встроим лист дашборд. Мы встроили лист дашборд и теперь на презентации мы можем даже фильтровать данные и если вдруг возникнут вопросы, показать и углубиться в информацию. сохраняем данные и теперь мы можем нажать зеленую кнопку предварительный просмотр истории и видим наши созданные слайды. Вот такая замечательная возможность создания презентации есть в ClickSense. Продолжение следует...